всем привет предыдущем видео мы разбирали hardware курсор сегодня мы разберем software курсор давайте сразу зайдем project settings и здесь есть вот как раз таки наш software курсор добавляем элемент выбираем также вид курсора в данном случае мы выбираем default hardware курсор мы показ скроем чтобы не видно было и здесь как видите у нас имеются виджеты виджеты и иные элементы в данном случае виджет можно будет использовать как software давайте сначала во первых для того чтобы создать software курсора нам нужно изображение скинем сюда какое-нибудь изображение данном случае пусть это будет наш курсор 2 то есть физически там он уже существует как файлы png но как ассет он еще не существовал вот сейчас мы его закинули и по сути давайте здесь также запишем виджет blueprint сделаем это у нас будет курсор так в чем фишка software курсор потому что он гораздо может быть даже удобнее и в него можно вложить много всяких нет приколюшек это как анимации какие-то не знаю какой-то иной внешний вид деформации и так далее то есть вы можете прямо конкретно все здесь менять hardware он прям ограниченный он конкретно ограниченный вы его один раз показываете и все вы но в теории может быть сможем возможно заменить их через c++ но это надо еще постараться теперь заходим виджет давайте посмотрим наш курсор если мы на него наведем здесь есть размеры да если мы наведем здесь показывает 110 на 153 это как раз такие размеры нашего курсора если мы их виджете будем забивать нам они по сути не нужны эти размеры мы можем установить значение единицу на единицу вообще так для того чтобы мы видели где это все находится но по сути это вот одна вот этот пиксель является нашим необходимым давайте сюда добавим изображение и и в это изображение поставим наш курсор курсор 2 так выберем мы можем необходимый размер сделать ему какой хотим и и сделаем компайл так заходим project settings и указываем наш виджет который мы только что создали так ладно он сразу не под не подбирается в общем есть еще и некоторые нюансы смотрите если вы вдруг создавали hardware курса здесь есть дефаут и вы создали software курсор дефаут главным будет hardware он у вас софт вэйром не заменится то есть если вы хотите здесь софт вэйр сделать то здесь надо будет его убирать ну я просто сменю на какую-нибудь другую часть на другой тип курсора но допустим если вы оставляете допустим тот же самый на редактирование текста hardware курсор он будет работать тоже совместно с этим давайте это тоже проверим так запускаем и как видите курсор у нас маленький и у нас отработан отрабатывает на середине где-то на середине давайте смотрим почему так вырежем имейдж я сейчас добавлю сюда канвас панель чтобы мы могли определить и где она да а у нас к канвас панель просто растянулась и естественно это все тоже растянулась ну ладно пусть пока сделаем стандартное значение для изображения хотя нам это особо и не надо мы его можем редактировать как хотим то есть не такого разрешения как сам курсор ну то есть само это смотрите если мы хотим установить software он должен быть вот именно указатель должен быть в середине того размера который вы создали если вы создали 50 на 50 допустим то естественно он должен быть в середине то есть указатель здесь давайте проверим и у нас снова работает не так почему то так это пока закрою окей проверим на центр может быть из-за этого да на центр у нас как раз таки все отрабатывает теперь из-за того что у нас смещен левая часть была он именно смещался туда то есть нам надо анчерс поставить на середину и естественно вы можете редактировать как вам необходимо какой размер то есть это при создании обычного до виджета точнее так подождите да у нас здесь курсор давайте сменим на единицу потому что у нас одинаковые что здесь на софт вэйр и что на хардвэйр текст едитор чтобы были разные они чтобы можно было видите при наведении на текст бокс у нас естественно меняется курсор на хардвэйр тот который мы указали также софт вэйр курсора мы можем сделать какими-нибудь анимированными еще что не допустим мы создадим сейчас материал давайте какой самый простой и материал ну относительно самый простой потому что здесь необходимо делать какие-то действия изменения во первых нам надо материал перевести в user интерфейс ну так как у меня там еще прозрачность есть нам надо поставить транслюша чтобы у нас было пасти теперь мы давайте создадим некое значение пусть это будет у нас какой-то цвет допустим красный также мы здесь налер выставим так значение альфа вона возможно здесь еще необходимо быть другое значение цветовое поставим значение синяя что мы могли конкретно смотреть все это так теперь нам надо перенести наш курсор наш именно изображение курсора мы с помощью rgb будем как раз таки регулировать нашу альфу и она будет у нас создавать скажем внешний вид вот в данном случае пока сейчас она так выходит потому что мы сейчас еще будем подключать опасить и он у нас уже становится более прозрачным да то есть по краям уже прозрачность появилась и что мы можем еще мы можем так сюда добавим это чтобы сюда подключить какие-то действия например например чуть-чуть сдвинем пусть это будет world position далее мы multiply будем соединять это world position с каким-нибудь параметром в данном случае нажимаем буковку с у нас параметр ну ну какой-нибудь смещение да то ну просто напишем буковку с без разницы мы регулировать сейчас ничего не будем просто будем создавать так выставим значение 0 и 1 посмотрим подкорректируем здесь у нас будет нода нода noise чтобы мы могли как-то отрисовать что-то сделать давайте выставим пусть это будет вороной фракшн фанкшн фанкшн да точнее и ну если мы вот сейчас старт превью сделаем мы увидим вот такая вот структура появляется если мы будем здесь изменять значения эти да у нас естественно другая картинка появится ну здесь мы как раз таки уже потом сделаем подкорректируем так давайте добавим add и здесь мы будем смещать это все действие нашей ноды time будем по времени взаимодействовать поставим период галочку и выставим значение я не знаю давайте 2 секунды если мы примерим старт видите она немножко так осветляется затемняется уже уже более-менее как-то все это выходит теперь вытащим отсюда синусоидальную часть что нам еще надо будет это мы добавим сюда текстурные координаты давайте давайте здесь мы вытащим так текстур координат и вытащим маску маска у нас будет компонент маск мы в общем мы сюда будем подавать какой-то вид пусть это будет р или г неважно по иксу или по игорьку давайте посмотрим как это все у нас будет выходить так слишком мелко как-то не очень если мы поставим так у нас курсор будет как-то вот так вот регулироваться вот так вот будет регулироваться ну давайте вот тысячные поставим прям как-то интересненько симпатично выглядит ну и здесь мы естественно можем подкорректировать цвета как видите красный синий вот он каких-то местах синий тоже иногда выдает и такой получается фиолетовый вот здесь из-за rgb то есть он как раз таки будет немножко регулировать по-своему можете поставить свое значение там прям допустим единицу это уже будет прям красный нолик это уже будет синий ну здесь как вам удобнее значение вон 5 он нас отдаст желтый с красным ну естественно и теперь в нашем виджете давайте выставим на изображение которое мы выставили просто текстуры да наш материал это у нас называется мат курсор и как видим у нас уже происходит такие переливы если мы запустим наше меню наш курсор начинает уже красиво выдавать какие-то действия но если вы создадите материал более интереснее то есть у вас будет прям шикарный результат а на этом все до скорой встречи всем пока пока в